2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые были десантированы 12 человек. Сегодня воздушно-десантные войска России насчитывают более 45 тысяч военнослужащих, и это не считая увольных в запас. А ведь говорят, что бывших десантников не бывает, и те, кто отслужил в небесной пехоте хотя бы год, в день рождения ВДВ снова надевают голубые береты. В Чернянке митинг в честь 85-летия воздушно-десантных войск прошел у памятника воинам-интернационалистам и воинам, погибшим в локальных конфликтах. Подробности в следующем сюжете. Свои умения и навыки с гордостью демонстрируют курсанты Чернянского военно-патриотического клуба «Вымпел». С каждым годом желающих заниматься в нем все больше. Не только юноши, но и девушки, не пугаясь, трудностей постигают азы непростых армейских премудростей. Те, кто в этом году впервые совершил прыжок с парашютом, получают голубые береты и тельняшки из рук тех, кто уже отслужил ВДВ. Слава ВДВ! Ура! 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 Александр Дьяченко и Евгений Скоблей тоже выпускники военно-патриотического клуба «Вымпел». Свою службу в армии считают сбывшейся мечтой. Была поставлена цель любой ценой попасть в ряды вооруженных сил, а именно воздушно-десантных войск. Переполняет гордость за свою страну, за свои войска. И хотим пожелать всем начинающим, кто служить начинает, кто служит, чистого неба над головой и все, что было хорошо. Анатолий Рудников в армию призывался из Зевнянского района. Отслужил достойно и имеет награды за выполнение боевых заданий в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе. Я занимался раньше в военно-патриотическом клубе «Справедливость силы», где, собственно говоря, все и начиналось. Это руководитель мой, Татаренко Сергей Михайлович. Хотелось бы ему передать огромный привет и слабо благодарности. Первые прыжки я совершил именно в этом клубе. Ну и, соответственно, все оттуда и началось. Воздушно-десантные войска считаются элитой современной российской армии. Впрочем, так было всегда. И те, кто служил в десанте 20 или 30 лет назад, также всегда были на передовых рубежах. Всех, кто с гордостью носит голубые береты, объединяет одно боевое братство. И девиз его – никто, кроме нас. Это дружба, солидарность, воспоминания о службе, о годах, о друзьях, о товарищах. Это то, что на всю жизнь, два года службы дали нам, значит, голубые береты, тельняшки. Это не только, как говорится, вещи какие-то, а это действительно, как Николай сказал, это то, что из жизни никогда не вычеркнешь. И неважно, сколько лет прошло со дня окончания их службы. Если понадобятся, они снова будут в строю. Ирина Голотовская, Игорь Доценко, Новости Мира, Белогорье.